Всем большой привет! У меня сегодня для вас обзор на страничку Надежды. Ну что, друзья, кино, похоже, не будет. Надежда утопила телефон. Мне телефон на самом деле жалко. Она в комментариях написала, что это Samsung AS50. Такой телефончик стоит около 50 тысяч на наши деньги. Не думаю, что у них в Англии он стоит дешевле. Телефон хороший, надеюсь, он у него все-таки просохнет. В данном случае вот тот телефон, на который я вам снимаю, у меня тоже падал в ведро. Мне стало плохо, но я его тут же выудила. Полежал он у меня несколько секунд буквально в ведре с водой, в половом ведре с водой. Ну как тот, он высох. И, в общем, пока я его не разбила, не уронила плашмя на асфальт, он работал нормально. Он и сейчас работает нормально, но по нём пошли трещины. Вот такие дела. Так что я надеюсь, что кино у нас всё-таки будет для нас от Надежды. Телефончик её просохнет, потому что, ну вы сами понимаете, как бы мы никому зла не желаем. Во всяком случае, сознательно. Итак, последнее её видео, где она говорит, что она хреновый блогер. И, в общем, на самом деле его можно посмотреть, видосик интересный. Начался он с того, что они катаются там по катушке на велосипедах. В общем, Надежда начинает рассуждать много о чём. Но вообще больше всего, конечно, обращает на себя внимание её рассуждение о том, что как люди одеваются в Англии, как они одеваются у нас в России. Ну, например, как бы опять наши многие сограждане не понимают их привычку спать в постели, в том, в чём они ходят дома. Ну, может быть, потому что... Ну, не знаю, друзья, мне это тоже непонятно. Например, она тоже говорит, никто не понял, что она снималась несколько раз в ночнушке. Ну, то есть какое-то платье есть, вот она в нём спит, а потом начинает сниматься. Но нашим это непонятно, потому что мы привыкли, ночная одежда для сна – это пижама, либо ночная сорочка. У нас прямо есть такие-то, прямо линия одежды так и называется – пижама, либо ночная сорочка. То есть никому в голову не придёт ходить в них куда-то там, в магазин, например. Они так пошиты, что как бы ни с чем не спутаешь. Хотя в то время, когда у нас стал в ходу вот этот каталог Отто, ну, это было после перестройки, там были такие пижамки, что некоторые носили это как костюмчики спортивные. И ещё помню, когда до остальных людей, в общем, доходили случаи, что на самом деле это пижама, выписанная вот, то все вот так показывали на эту женщину пальцем, говорят, глянь, глянь, она пошла в пижаме в магазин. В общем, как-то так. Естественно, нам это непонятно. Что я могу сказать со своей стороны? Ну, мне кажется, это неудобно. Сорочка для сна, она и есть сорочка для сна. А для походов в магазин есть другая одежда. А как бы уличную вот эту одежду, таскать её дом у нас как бы тоже не принято. Ну, в общем, то есть у нас совсем другие традиции. Мне не нравится, когда всё как бы вся одна и та же одежда и в пиры, и в мир, и в добрые люди. Не зря всё-таки на Руси были бани в то время, когда в Европе не мылись абсолютно. У нас уже в это время были бани. Так что, знаете, как говорится, немытая Россия, это... Ну, это просто для красного словца как-то так. Вот и сейчас получается, что мы получаем тому же самому доказательству. И второй интересный момент в этом её видео, где она говорит, что хреновый блогер, это её такой длинный рассказ про то, как она воспитывает кур. Я так поняла, что в одном из своих видео, видимо, Надя схватила свою собственную курицу вот так за шею и отбросила. Ну, как всегда, припёрлись на её канал хейтеры или вот эти хейтерицы, те люди, которые... Зоозащитники у нас есть такие. У нас есть целая линия зрителей, которые именуют себя зоозащитниками и которые болеют за права животных. Ну, то есть они мне тоже пишут, когда я вот буквально два видео назад, что ли, я привезла друзья домой пухового козла. И мне надо его было поймать, чтобы посмотреть, выдёргивается ли из него пух. А так как он полудикий, в общем, я его успела ухватить вот так только за шерсть. Он меня вот так таскал по сараю, я его держала за шерсть и потом перехватила за рога. Ну, так вот, нашлось несколько человек, которые подняли у меня виск в комментариях, что вот как она обращается с животными, бедный козёл, она его замучила, она издевается над козлом. Я вообще на эти как бы выплески никогда внимания так особого не обращаю. Я только говорю, ну, попробуйте поймать сами дикого козла за рога. А я посмотрю, как у вас это получится. Как говорится, знаете, хватаешь за то, что под руку подвернулась. Ничего с ним абсолютно не будет. То же самое касается этой курицы бедной, которую Надя схватила за шею и, судя по всему, куда-то отбросила. Ну, так вот, и вернёмся, значит, к Надежде. И, судя по всему, на неё налетели вот эти комментарии, комментаторы. И она начала в своём видосе оправдываться, что вот, да вы знаете, что, в общем, курей надо воспитывать. Кур надо воспитывать, ну, это у нас так говорят, курей. Курей надо воспитывать, их надо дрессировать. Вот детей воспитывают, а животных дрессируют. Потом она, значит, начала рассказывать, что животных, оказывается, тоже воспитывают. Что когда у неё были лошади, они были у неё дрессированные. Я вам хочу сказать, что детей, во всяком случае, они, англичане, как объяснила мне сама Надежда, они вообще не воспитывают. То есть, когда мы с ней встречались и сидели, у нас была с ней как бы личная встреча, мы столкнулись в этом, господи, центр, эко-центр в Калужской области, не помню, как он уже называется. Вот, и там такое весьма приличное место в отеле, как бы нижний холл, и там диваны такие низкие стояли, кожаные. И вот её дети прыгали там, бегали, и выход на улицу. И в обуви залезали на диваны, прям с ногами. Меня, ну как русского человека, понимаете, меня это всё время возмущало. Я бы давно своим сказала, что нефиг на диван залазить с ногами. Это же диван, ты со своими башмаками слезешь, а кто-то придёт и сядет, как бы, ну, сядет попой на диван, ясное дело, испачкается. Но не принято у нас лазить с ногами на диван. На что мне Надя тогда ответила, что нет, как бы, детям замечания по этому поводу они в Англии не делают, потому что это мешает становлению их характера. То же самое у нас, как бы, разгорел с ней такой небольшой спор по поводу того, как ведёт себя её младшая дочка Агафья. Ну, я думаю, Надя это помнит. Вот она мне объяснила, что они, как бы, никакие пру и ну детям не говорят. Дети должны развиваться свободно. Если ты начинаешь навязывать им свои правила поведения, то это значит, что ты не даёшь развиться каким-то качеством их личности. Ну и, соответственно, вот, как бы, дети растут и потом сосут со временем, что можно делать, что нельзя. Мне это непонятно до сих пор. Если мои дети, либо внуки сейчас залезут с ногами на диван, они сразу... Я им объясню популярно, что делать этого не стоит. В общем, я этого, конечно, не допущу. У неё другая позиция. Ну и по поводу кур. Ну, вы знаете, тут я её поддерживаю. А что надо на эту курицу смотреть, что ли? Она говорит, хорошо, я понимаю. Вот, понимаете, она на полном серьёзе людям объясняет. Да, говорит, я понимаю, что курица больно. Наверное, ей было страшно, когда я схватила её за шею. Да, наверное, ей было неприятно. Но вы поймите, если эта курица, типа того, войдёт в раш и начнёт клеваться, заклюёт моего ребёнка, либо меня, то тогда она попадёт в суп, в лапшу и так далее. То есть я сделала благо для курицы, то, что взяла за шею и отшвырнула. Но, понимаете, я давно как бы уже не обращаю внимания на такие комментарии и не собираюсь разъясняться по этому поводу. Если есть люди, находятся, которым неприятно то, что курицу, видите ли, за шею взяли и куда-то отбросили, ну, я не знаю, ну, не ходите вы на такие каналы. Ну, идите, где всё, тишь, гладь и божья благодать, где вам кисточек показывают, кошечек, я не знаю, собачонков вот этих вот. Ну, смотрите там, ну, что вы пишите свои вот эти вот непонятные комментарии людям, тем, которые содержат животных. Правильно она сделала, курица ей мешалась, она взяла её и отшвырнула. А что, на неё смотреть, что ли? Или сесть перед ней и объяснять, как себя надо вести? Ну, кроме того, мне, я так поняла из всего этого объяснения, когда она перешла на лошадей, что ей, в принципе, нравится вот это вот, дрессировать животных. Это видно, она с удовольствием об этом рассказывает. Нравится над ними доминировать. Я не захватила то время, когда у неё были животные, лошади, как она говорит, вот как-то не видела. Я, может, и правда, ну, наверное, были, раз она про это говорит. Ну, в общем, как бы вот эти вот два момента в видео меня больше всего, конечно, озадачили. Ну, я думаю, после того, как она переедет в Россию и, в конце концов, заведёт своих вот этих овец, они у неё будут воспитаны, в чём лично я её поддерживаю, потому что животные на базу должны знать, кто в доме хозяин, а хозяин человек, и они должны знать и соблюдать субординацию обязательно. Поэтому, правильно, Надя, воспитывай кур, воспитывай своих будущих овец. Надеюсь, ты воспитала в правильном духе своих детей. Нисколько в этом не сомневаюсь. То, что ты утопила телефон, конечно, жалко. Надеюсь, ты его выловишь оттуда, и как-то просушишь, тебе не придётся покупать новый. Ну, как-то так. Вот такой небольшой обзорчик. Видосы, в принципе, были нормальны. Во всяком случае, есть чего обсудить. Да, и когда она утопила вот этот телефон, она говорила, ой, соседи бесплатно показывают фейерверк. Нам бесплатно. Типа они потратили деньги на фейерверк, а мы смотрим бесплатно. Но так бывает, чтобы совсем бесплатно не было, уроняют люди телефоны. Жалко всегда. Потому что, знаете, ну, покупка нового телефона, во-первых, это дорого. Во-вторых, это редко бывает запланировано. Ну, вот как-то так. Всем пока. Пишите, что вы думаете по поводу воспитания кур. В комментариях под видео. Спасибо.